Строительство КПО Нивана завершающей стадии. Ход работ в комплексе по переработке отходов вблизи деревни Поварова оценила контрольная группа. В ее составе члены общественной палаты Солнечногорска, активные жители и журналисты. Замгендиректора группы ЭКОЛАЙН Елена Вишнякова провела экскурсию по объекту. Один из самых впечатляющих экспонатов – мусоросортировочный комплекс. Он готов уже на 95%. Оборудование здесь от проверенного производителя. Оно уже хорошо зарекомендовало себя на КПО «Восток» в Егорьевске, который, к слову, стал испытательным полигоном. Там опробировали размещение оптических и баллистических сепараторов, а также каскад грохотов по новой, более эффективной схеме. На данном объекте мы увеличили площадь грохочения, площадь от семени органической фракции. У нас здесь каскадки с шести грохотов, то есть три линии, по два грохота в каждой, то есть фактически по 9 метров, до 18 метров мы увеличили непосредственно площадь грохочения, для того, чтобы как можно больше органической фракции выходило у нас эффективной на первоначальных этапах. Почти готов и участок компостирования. Он представляет собой ячейки, в которых из органических фракций будет заготавливаться технический грунт. Система вентиляции и автоматического контроля обеспечит безопасность процесса и итогового продукта для окружающей среды. Да и в целом забота об экологии здесь на каждом шагу. По воде есть скважины контроля подземных вод, есть регулярный забор анализов по очистным сооружениям, замеры фонового качества воды, то же самое замеры по выбросам по воздуху, на границе санитарной зоны, внутри, у источников образования, по шуму. Соответственно, эколог составляет, заключает договоры с аккредитованными лабораториями, и все эти замеры производятся. Попадание фильтрата в почву исключат геомембраны, а собственные очистные сооружения позволят либо сбрасывать очищенную воду, либо использовать ее для технических нужд, говорят на Неве. И все же, несмотря на максимально экологичный подход, чуть менее четверти отходов будет идти и на захоронение. Мы видим очень серьезную проблему. У нас на рынке дикое количество пакетов, сделанных из нерегламентированных материалов. То есть это композитные сплавы пластиков, которые нельзя переработать нормальным типовым способом. При этом они выглядят так же, как и пакеты из ПНД мягкого пластика, и, соответственно, препятствуют переработке и нормальных пакетов. Поток их огромный, это 200 тонн в сутки. И поэтому половина мощностей нового завода по переработке полимеров «Эколайн Торпласт» будет заниматься как раз вот этими грязными неликвидными пленками. Таким образом «Эколайн» станет предприятием полного цикла. То есть не только сортирующим, но и перерабатывающим отходы. Но это в будущем. В ближайшей перспективе – окончание строительства КПО «Нева», которое намечено на конец этого года.